На этой неделе состоялось торжественное открытие памятника советскому военачальнику, генералу армии, командующему воздушно-десантными войсками в 50-е и 70-е годы, герою Советского Союза Василию Маргелову. Сквер десантников расположился по улице Запорожской между Адельской и Лермонтово. На открытии памятника побывали и наши корреспонденты. Установка памятника Маргелову в нашем городе – знаковое событие. Этот памятник второй в Краснодарском крае и седьмой в России. Василия Маргелова называют десантником номер один не случайно. Он удостоен 13 орденов Советского Союза, 21 медали 34 наград иностранных государств. Он является автором и инициатором создания технических средств воздушно-десантных войск и методов применения их частей и соединений, создавших современный образ ВДВ. Знаменитый на весь мир девиз «Никто, кроме нас», благодаря генералу Маргелову, стал жизненным принципом десантников. Фамилия Маргелов звучит так же значимо для ВДВ, как для всех славянцев-суворов. Всё, что современному обывателю известно о ВДВ – заслуга Василия Маргелова. К собравшимся также обратился ветеран Великой Отечественной войны Василий Васильевич Вертель. Дорогие ветераны войны, уважаемые, дорогие ветераны военной службы и жители нашего города и района. Это для меня большой сегодня праздник, что я как участник Сталинградской и участник служил в десантных войсках. И я рад, что меня пригласили на открытие такого большого знаменитого памятника, как нашего полководца воздушно-десантными войсками. Это молодцы ребята-десантники, молодцы командиры, что добились своего, чтобы ваш, как вы называете, батя, стоял у нас здесь в Лавинске, и мы все любовались и наше поколение. За сохранение исторической памяти о ратных традициях, активное участие в военно-патриотическом воспитании молодёжи и участие в установке памятника Маргелову, благодарственными письмами районного совета ветеранов войны и труда награждены члены общественной организации ветеранов ВДВ. Председатель этой организации Олег Шаров получил орден генерал армии Маргелов. Он отметил, что этот памятник был создан по инициативе ветеранов воздушно-десантных войск Славянской общественной организации, а администрация города помогла в выполнении работ по благоустройству вокруг территории памятника. «Самое главное, конечно, чтобы такой памятник у нас был здесь, на фоне всего города Славянска на Кубани, человека-легенда, десантника номер один, Василия Филипповича Маргелова, который олицетворяет все воздушно-десантные войска, как у нас в России, так и за рубежом. По-моему, это честь и гордость иметь такой памятник в нашем городе». Сегодня особенно важно, чтобы вокруг молодёжи было больше таких людей, как Василий Маргелов. На его примере мужества, твёрдости и служения Родине выросло не одно поколение. Во многих городах России именем генерала Маргелова названы улицы, площади, учебные заведения, установлены памятники. «Памятник сделан для того, чтобы мы помнили такого хорошего воина, хорошего человека, и мы не забывали про своё прошлое». «Я думаю, что открывать памятник для того, чтобы помнили этого человека, и чтобы все знали о нём и помнили его великие подвиги, и были как он». Памятник был освящен настоятелем Свято-Успенского храма отцом Никитой. Гирлянду и корзины с цветами возложили к подножью монумента воспитанники военно-патриотического клуба «Юный десантник» и юные кадеты. Торжественным маршем прошёл почётный караул, трижды грянул оружейный залп. Участники митинга возложили цветы к бюсту героя.